Всем здравствуйте! Приветствую всех на канале Дачные Советы! И сегодня у меня очередной обзорчик по томатам среднерослым. Высота растений, если в открытом грунте мы выращиваем 70-80 сантиметров, если в тепличке метр двадцать, метр тридцать. Начну я с сортового томатика валютный. Это фирма Сибирский сад. 80 сантиметров высота растения в открытом грунте. Компактный кустик в кисти 6-7 плодиков. Масса плода 200-300 грамм. Кожица плотная, но мякоть при этом у них не дубовая. Часто люди путают, вернее не путают, но часто говорят, что если плотная кожица, то и томат дубовый. Нет, он не дубовый, мякоть у него очень нежная. Но при этом при консервации не растрескивается. Очень красивый, урожайный для сортового. Это, в общем-то, очень достойный сорт. Сибирский сад. Следующий тоже сибирский сад будет. Сорт Баловень судьбы. Высота растения 70-80 сантиметров. Яйцевидной формы плодики у данного сорта. Масса плода 170-200 грамм. Имеется у данного сорта темное пятно у плодоножки, но это пока они зеленые, пока в технической спелости. Как только созревает данный сорт, то пятна этого практически не видно. Ну, едва-едва зелененькие такие остаются. Зеленый окрас. Ну, практически не видно его. В общем-то, тоже очень хороший он в засолке. Очень вкусный. Нежная мякоть такая. Хороший очень сорт. Следующий у нас будет гибрид Флорида фирмы Агрос. Фасоид Агрос фирма. Очень мощное растение. Толстый ствол у него. Высота растения в открытом грунте будет 70-80 сантиметров. Теплички 1,20-1,30 сантиметра. Обильное плодоношение. В кисти у него по 3-5 плодиков. Масса плода 400-500 грамм. Данный гибрид на вид у него не кажутся. Слишком крупные плоды. Вот даже 500 граммовые. Но они очень тяжелые. Тоже у него плотная кожица. Но мякоть при этом нежная, хорошая. И всегда у него урожайность отличная. У флориды. У гибрида Флорида. Так, следующий у нас будет Рок-н-ролл. Гибрид фирмы Семка. Раннеспелый. Высота 60-70 сантиметров на улице. В тепличке тоже 1,20 метра. Он где-то вырастает. В кисти 5-7 плодиков. Масса плода 120-140 грамм. Тоже кожица плотная. Но томаты не дубовые. Ну, в общем-то, тут нет. У меня не представлены томаты, которые дубовые. Есть, конечно, такие сорта и гибриды. Но я такие не покажу вам. Так. Вот такой вот гибрид Катя. Очень мною любимый. Семка фирма. В открытом грунте он 50-60 сантиметров. В теплице метр двадцать. Раннеспелый. 5-8 плодиков в кисти. Масса плода 110-130 грамм. Очень красивые они. Выровненные все. И тоже кожица плотная. Но при этом не дубовый. Мамула гибрид Семка. Ранний 70-80 сантиметров. Высота куста. Растение раскидистое. Его немного пореже нужно будет посадить. Плоды 120-130 грамм. В кисти 6-8 плодиков. Довольно-таки хорошо лежат. Но при этом тоже не дубовый. Вкус очень хороший. На вкус. Хлыновский гибрид. Он бывает вот плазменные семена и кировские. Вообще-то это кировская селекция. Но на кировских картинка не очень симпатичная. Я поэтому показываю плазменные семена. Ранний. Масса плода 200-220. В технической спелости имеется зеленое тоже пятно у плодоножки. Но при созревании его не остается. Полностью красный становится. Плодик многокамерный. От 120 грамм у него масса плода. И до 200 даже бывает и по 250 выросает. Очень мясистый, вкусный гибрид. Следующий будет сорт у нас Алсу. Это Сибирский сад. 80 сантиметров в открытом грунте он вырастает. Масса плода от 300 до 500 грамм. Бывает и гораздо крупнее. Это вот средняя масса 300-500 грамм. Но бывает и по 700 и по 800 грамм. Очень вкусный, мясистый, но у этого кожица не плотная. В засолку я такие не делаю томаты, потому что раскисают они. В общем-то он больше как салатный. Но очень вкусный при этом. И для сортового он урожайный. Красотка гибрид. Это фирма Седок. 80 сантиметров в метр. Вот такая высота у данного гибрида. Требует умеренного посынкования. Но где-то до первой, до второй кисти дальше можно не посынковать. 5-7 плодиков в кисти. Масса плода 100-200 грамм. Розово-малиновые окраски. Очень вкусные и мясистые. В общем-то очень достойный сорт вот этот вот красотка. Так, следующий будет у нас гибрид Ажур. Фирма тоже Седок. Нам его представляет ранний. 80 сантиметров высота растения. Масса плода 240-260 грамм. На первых кистях и до 400 грамм вырастают плодики. Красно-малиновая окраска. Очень мясистый, сладкий гибрид. Очень он мне нравится. Ажур тоже я его уже познакомилась с ним, наверное, лет 5 или 6 назад. Ну и вот такой вот тоже один из моих любимцев. Это Бобкат. Фасует нам его фирма Престиж. Средне-ранний гибрид. На улице он вырастет где-то 60-70 сантиметров. В теплице ну метр-метр двадцать может вырасти. Растение мощное. Ствол у него довольно-таки толстый. Масса плода средняя 200-250 грамм. Очень вкусный, плотная кожица, но не дубовый. И могут полежать они, как бы неплохо лежат, но при этом не дубовые. И очень красивая, насыщенная красная окраска у гибрида Бобкат. В общем-то вот такие среднерослые томатики я сегодня хотела вам показать. Но у меня еще будет один, это у нас будет часть первая, будет еще один ролик по среднерослым. Так как все, если показывать в одном ролике, то слишком длинный ролик получается. Поэтому я их решила разбить. Может быть будет два, может быть три ролика. Две или три части. В общем-то эту часть первую мы закончим. Всем до новых встреч. Пока-пока.